КАМИЛА МАРИАК Сурно-продвинутая барышня Вейда ведет себя так, словно молодежка его собственный театр, а не муниципальный, на жалобы театрального коллектива и зрителей, прежде всего молодежи. По мнению журналистки, он не реагирует. Все эти жалобы не доходят до мэра из-за вице-мэра Сурова, замглавы администрации по соцполитике. И почему у меня на плакате написано «Суров»? Потому что я считаю, что Валерий Георгиевич покрывает господина Вейды. И почему я обращаюсь к Сурову? Потому что Суров на это выделяет деньги из бюджета города. Он выделяет 150 тысяч на постановки господина Вейды. Давайте обратимся к цифрам. Постановки господина Вейды за 2017 год набрали всего 90 тысяч, в то время как постановки других режиссеров собрали полмиллиона. Как уточняет тагильская пресса, культурный нарыв в провинциальном театре назревал давно, чуть ли не с 2015 года. И лопнул он в конце прошлой недели, после того, как директриса театра Юлия Журавлева уволила ведущую актрису театра Анну Каратаеву, игравшую ведущей роли в шести спектаклях, в том числе в пятничной постановке провинциальных анекдотов. Билеты на которую, или скорее на которые, как утверждает восставшая часть театральной труппы, были раскуплены заранее. Если быть точным, за день до увольнения актриса Каратаева написала бумагу о продлении трудового контракта до 24 июля этого года. Но руководительница Тагильского управления культуры Светлана Юрчишина договор о продлении сотрудничества с Анной Каратаевой не подписала. Позже в комментариях местной прессы она объяснила. Это тем, что из декретного отпуска вернулась другая актриса Анна Татаринова, на место которой и брали Каратаеву. «Я полагала, что до этого дело не дойдет», призналась актриса в комментариях одному из тагильских информагентств, уточнив, что она знает, что в театре есть вакантная ставка актрисы. Она не отказывается работать с Владимиром Вейде, но, вероятно, она его не устраивает как актриса. Цитата от Каратаевой. «Я не буду обращаться в прокуратуру, не буду жаловаться на незаконное увольнение. Я просто хочу работать». Конец цитаты. Еще один артист из так называемой полутруппы несогласных Олег Коновалов утверждает, что в театр приходят люди с непрофессиональным образованием. Дескать, лично он посмотрел пять спектаклей господина Вейды и, по его словам, восторга от этого не испытал. По словам артиста, ему за зрителей обидно. Те приходят в театр, а не в сельский клуб и не в ДК. Того же мнения, похоже, придерживается и режиссер театра Татьяна Захарова. Она признается, что еще полгода назад директор театра Журавлева полностью поддерживала все ее творческие задумки. Собственно говоря, она и пригласила в театр на вагонки и Захарову, и актрису Каратаеву. Но на Юлию Журавлеву, по словам несогласных, давят сверху, не дают спокойно работать, подписывая с режиссером договор каждый месяц. Захарова считает, что главная проблема театра в том, что в театре работают дилетанты. Недовольные худруком заявляют о том, что Вейде приглашает на работу своих учеников, а профессиональных актеров грозится уволить. «Не будет спектаклей, мы ничего не заработаем, а у нас двое детей, их нужно кормить», утверждает еще одна актриса Анна Росс. Похоже, тоже близкая к увольнению супруга недовольного актера Коновалова. Артисты приехали в Тагил из Кинишмы по приглашению Захаровой прошлой осенью. В начале этого года они вошли в состав той самой недовольной полутруппы из 29 сотрудников молодежки, подписавших протестную петицию. «Мы не хотим скандала», – утверждает режиссер Захарова. «Пусть в театре поработает независимая аттестационная комиссия и решит вопрос о профпригодности артистов. «Мы ждем мэра Сергея Носова, пусть он сам во всем разберется». Похоже, артисты из молодежки на вагонке в битве за свою правоту готовы дойти до российского Минкульта. Но в комментариях агентству «Между строк» руководитель управления культуры Тагила Светлана Юрчишина заявила о том, что Татьяна Захарова, вероятно, хотела привлечь к себе внимание, и она расценивает ее действия как шантаж. Цитата от чиновницы тагильской культуры. «Меня просят урегулировать конфликт творческих людей, но я немного не понимаю, чего от меня хотят. Подключить административный ресурс? Позиция главы города не изменилась. Артисты должны сами найти компромисс. Я только хочу просто призвать этих талантливых людей к здравому смыслу». Конец цитаты. Светлана Юрчишина уточнила, что по заданию мэрии управление культуры сейчас готовит проект капремонта молодежного театра, который 25 лет не ремонтировался. Еще цитата от чиновницы Минкульта. «Если бы главе города была безразлична судьба этого театра и тех людей, которые там работают, думаю, что мы не стали бы так активно заниматься этим вопросом». Конец цитаты. При всем уважении к театральному авангарду молодежки, к актерам, которые, как им кажется, борются с прочно засевшими в театральных гримерках ретро-градами, с теми, что, по их мнению, ставят на сцене молодежного театра пронавтолининые спектакли. Так вот, при всем респекте к модернизму, театр был и остается террариумом единомышленников, вечно недовольных друг другом. А театр на вагонке, как ни крути, муниципальный. А что, если завтра местная власть реконструирует не только здания, но и в корне поменяет весь театральный репертуар? И модерновый, и ретро-градный. Поменяет в театре и фасад, и труппу. Притом, всю без полутонов и полупредпочтений. Продолжение следует...